привет друзья вот хочу ролик такой снять небольшой о том что делать когда нечего делать это как бы шутка делать нам всегда есть что мою пыльцесборники пыльцесборники апис которая собирает пыльцу усиленно очень ими доволен доволен сушилкой своею доволен пчелками своими карникой которые очень активно и очень хорошо носят пыльцу для тех кто собирает пыльцу вот как я так сказать более промышленно хотя опять же я не промышленно но неплохо скажу что неплохо карника довольно очень хорошо подходит к этому делу как сбор пыльцы ну вот сегодня обещали дождь ливень ну ливня нету дождик то был решила вчера снять пыльцесборники свои и помыть иногда их надо мыть потому что они залаиваются становятся грязными решетка становится как бы грязно и я их периодически мою частенько приходится мыть их когда проходит дождь и там была пыльца она все потом делается комом и пыльцесборники становятся грязными ну это такое это рабочий процесс все это дело так что ничего страшного нету оно того стоит я вам скажу ну и не там спрашивают у меня на канале с каких семей я собираю так дальше так как я занимаюсь выводом маток сбором медом сбором пыльцы то у меня пыльцесборники стоят не на всех семьях там стартер там воспиталка там отцовские семьи там отводочек там по-разному то есть там сбор маточного молочка происходит и не со всех собираю вот с весны принципе я собираю пыльцу на 50 60 семьях принос опять же зависит много от медоносной базы от моем случае от пыльценосной базы и тут много факторов влияет на сбор пыльцы я всегда пыльцу собираю до липы а потом пыльцесборники снимаю ну в этом году я решил пыльцесборники не снимать и они меня даже сейчас стоят включены пчелки пищат не жалко но это моя работа это мой заработок и они сейчас зацвел подсолнух носят нектар и носят пыльцу все у меня летают через один леток через пыльцесборник вся семья и все летки у меня закрытые открыт только один леток на котором висят пыльцесборники до пчелам трудно пчелам тяжело ну карника со своей работой справляется на отлично за что я ну как бы большое спасибо людям которые в свое время меня наставили так сказать на путь истинный и порекомендовали мне попробовать карнику я вот попробовал и мне она подошла мои условия мне она нравится стал брать племенной материал выводить маток для себя для людей спасибо людям которые помогают с племенным материалом в прошлом году мне допустим австрийку от карла пернелла привозил доска чего михайлович очень хороший человек у него очень много племенного материала он помог допустим с карникой с линией трость заквара толеранс хороший материал достойный мне нравится также мне помогает очень помогает денис фадеев это вообще ему отдельное большое спасибо потому что мы с ним дружим и он меня никогда не покидал ни с помощью не советами молодец за что большое спасибо денису он также мне поставлял материал уже не первый год и в этом году мне привозил карнику пешиц и в прошлые года карнику трозики ну и так дальше так что в карникой доволен ну приходится после карники перемывать пыльцесборник но ничего я повторюсь оно того стоит стоит вот это мыть в пыльцесборники чтобы они были чистенькие чтобы пыльца у нас была хорошего качества пыльцу друзья продаю я оптами в розницу но в основном все идет в опто так как объемы большие в розницу я не могу продать грубо говоря полтонны пыльцы это надо поставить на поток хорошую розницу магазин я не знаю какой-то ларек торговый торговую точку и так дальше ну так как я работаю с пасекой и сижу в селе то у меня нет возможности заниматься этим надо или быть торгашом или заниматься пчелами пчеловодством то продаю пыльцу в розницу через сайты там через интернет а оптом есть оптовые покупатели хорошие люди нашлись а которые приезжают домой забирают пыльцу взвесили попробовали попили кофе пыльцу забрали день отдали и уехали очень удобно очень хорошо понятно что цена не очень большая скажу кого-то будет интересовать цена оптом 150 гривен килограмм я сдаю уже сдал не одну сотню по 150 ну все равно как бы это хорошо я считаю что можно было бы больше ну для меня это хорошо так что примерно так многие спрашивают даже есть люди которые в комментариях обижаются то что я не отвечаю на комментарии друзья извините меня простите но я сижу в селе на пасеке у меня интернет мобильный только через телефон и я не всегда захожу очень плохая связь я не всегда могу зайти и ответить даже не только по моей из-за того что связь мобильная плохая а просто из-за того что банально нет времени просто даже не то что сесть и отвечать на комментарии в комментарии очень много и люди просто пишут отвечать хоть иногда на комментарии друзья придет зима я зимой ничем не занимаюсь иногда столярочка чуть-чуть ну просто тогда буду сидеть за интернетом дома в городе в квартире и буду отвечать на все ваши вопросы вопросов очень много как что почем и так дальше ну и не там обижаются за рекламу говорят рекламодатели и так дальше с одной стороны друзья все верно вроде бы реклама там хотя с другой стороны я никого не рекламировал плане там денег или еще что-то проскакивает реклама чисто тех людей которыми я общаюсь которыми я дружу и лишний раз порекомендовать их почему бы нет если бы это была какая-то открытая реклама или я не знаю это даже скрыто я считаю это не сколько реклама сколько у меня я смотрю на эти вещи как то что в какой-то степени я и рекламирую вроде бы товар человека но с другой стороны у меня я подразумеваю это так как это помощь какая-то пчеловода чтобы подсказать их где что есть вот например по той же сушилки для пыльцы да я ее прорекламировал в своем видео что вот есть сушилка садочек классно и так дальше да это реклама сушилки это реклама производителей но многие люди просто не знают о этом товаре и у меня стояла цель и стоит цель не рекламировать товар а показать подсказать людям пчеловодам где что можно найти где что можно найти какие новинки и так дальше и кто-то это видит как реклама я это вижу как помощь пчеловода я в свое время допустим искал сушилку для пыльцы не мог найти отзывов мало и так дальше и приходится все так сказать брать на обу чем плохо то что я сказал что вот там то и там то есть такая то сушилка чем плохо то что я сказал что допустим пусть ли делает станки там такие то чем плохо что я сказал в своем видео и показал что валентина матюшенко например шьет классные костюмы до с одной стороны это реклама ну не с одной стороны принципе это реклама с другой стороны многие люди просто не знают что есть такая валентина степановна матюшенко которая счет обалденные классные костюмы но я не знаю что есть пульсосборник и описание их можно купить и можно купить в мельницке то есть или там клеточки где какие купить или так дальше вот у меня стоит например сейчас вопрос так как я приобрел вторую сушку для пыльцы и просто стоит вопрос где где найти где можно найти у нас в украине веялку для пыльцы чтобы пыльцу ну вручную как я это делаю не перетряхивать а просто купить какой-то аппарат который засыпал ведро пыльцы или два мне хотя бы ведро и включил в резетку 220 вольт там или сколько и пыльца сама по себе там перетряхивается при пересеивается перевеивается я сейчас этого не могу найти ну когда я найду я это покажу или кто-то мне его сделает поможет мне сделать я это покажу в своем видео потому что это будет реклама но с другой стороны уже людям будет проще кто такой как я ищет уже проще будет найти этот инструмент этот инвентарь оборудования и так дальше так что друзья не обижайтесь действительно где-то может быть реклама проскакивать или так далее ну это жизнь мы мы работаем для того чтобы зарабатывать деньги мы делаем все это для блага своей семьи и когда я где-то что-то показал что кто-то что-то сделал не надо сразу думать что это реклама рекламодатели и так дальше за свой youtube канал я еще как бы у меня не было ни одного рекламодателя который мне заплатил деньги или попросил меня чтобы я снял видео все видео исходят от меня от моей личной как бы инициативы никто меня не просил чтобы я там рекламировал там улья из ппс улей нуклеус дениса фадеева никто меня не просил чтобы я рекламировал там показывал видео нуклеус из пенополиуретана который меня на паспи я просто делюсь с вами что в украине есть люди которые начали это производить просто это как донесение информации и и многие просто не воспринимает это как донесение информации но и воспринимает это как реклама ну это такое дело каждый идет своим путем как кому-то это нравится кому-то нет это такое дело мы работаем на чего мы работаем зарабатывать деньги для своей семьи для плаву для получи своей семьи и так дальше так что как бы дела друзья не обижайтесь не обижайтесь на то что не отвечаю на ваши комментарии я на них отвечу обязательно когда есть возможность я захожу и отвечаю это нет возможности то нет что как то так что вам еще рассказать мутор на это дело стоять мыть пыльцезборники надо привлекать кого-то как один говорил вернее одна моя знакомая женщина она говорила чтобы в этой жизни что-то заработать нужно чтобы не ты работал на кого-то работали на тебя то тогда в жизни этой заработать вот я мою пыльцезборники не думаю это хорошо конечно все это дело но вот это кто-то мы бы эти пыльцезборники а я заниматься совсем другими делами так как дел очень много реально очень много потому что так как это единственный мой доход пчеловодство пасека то дается сезон чтобы заработать денежки хотя бы хотя бы до весны и заработать надо денег не просто чтобы на хлеб хватало надо зарабатывать чтобы развиваться в этой жизни чтобы не сидеть на месте чтобы хватало не только на хлеб а и на масло и на чай и на кофе и где-то отдохнуть так как я допустим с весны до осени без выходных без проходных сижу не сижу это так сказать сижу на пасеке круглосуточно безвылазно женой детей практически не вижу надо заработать деньги чтобы потом осенью зимой можно всем уделить время семьи отдохнуть семьей приобрести какие-то новые как бы инвентарь приспособления для пасеки которые которые улучшат нашу производительность труда нашу жизнь вот повторюсь сушилки мне моей садочек один м стало не хватать и я купил себе вторую сушилку тоже садочек 1м можно было взять побольше садочек два двоечку но я подумал что мне две по единичке полностью хватит на 4 ведра пыльцы не хватит ну а там будем смотреть будет не хватать купим 3 заработаем деньги купим 3 так что такая наша жизнь что еще хочу сказать хочу сказать за матки своим друзья есть много людей я работаю с матками по всей украине отправляю есть ну немного людей есть люди которые я не знаю зачем они заказывает матки заказывают человеку не 12 маток отбираю матки все как красиво все полагается отправляю матки смотрю по приложению сутки прошли не забирают матки вторые сутки не забирают матки хотя перед этим перед отправкой маток я всегда связываюсь с заказчиками уточняю адрес доставки нужны матки не нужны матки и вот вечером я звоню нужны нужды записал адрес доставки утром отправил маток прошли сутки двое человек не забирает начинаю звонить человеку а он просто не берет телефон звоню второй день не берет телефон хотя уже матки третьи сутки лежат ну и что приходится приходится хорошо что много знакомых по всей стране и приходится просить людей чтобы они забрали маток кому-то нашлись люди находятся на такой товар и приходится делать переадвесацию посылки даже в другой город хорошо если есть в этом городе просто меняется получатель маток товара и все а приходилось даже отправлять другой город как-то люди подходят к этому безответственно не ну понятно что деньги мы зарабатываем не не столько важны деньги сколько жалко свой труд то что работал выводил матки паковал их отправлял все и человек просто их не приходит забирать до этому есть решение это берется предоплата я предоплату за маток не беру люди мне платят за матки после их получения я отправляю маток люди их получают и потом платят деньги то есть они смотрят на маточки живы здоровы все нормально потом платят деньги да это можно уйти от этого не сделать предоплату маток но хочется к людям по-нормальному то есть и получается все равно кто-то да найдется который что-то да не так все нормальные люди получают матки попрачивают сразу кто через неделю даже есть люди которые и по 2-3 и месяц даже должны за маток нету проблем бывает все у людей разная ситуация почему бы не сделать услугу удружить людям а есть такие люди которые приходится из-за них из-за одного-двух человек которые заказали маток потом не приходят и не забирают их просто из-за этих людей много людей начинают страдать как-то просто не знаю ну это я так пожаловался вам чуть-чуть я я понимаю я ко всему отношусь нормально и критики и ко всему но если человек все бывает нету денег не нужны стали матки можно же взять телефон или перезвонить ну есть люди не звонят я сам звоню взять хотя бы телефон и сказать извините нам матки не нужны или у нас нет денег я всегда пойду на встречу людям я никого никогда не требовал деньги чтобы сразу же проплачивали день можно проплатить попозже или еще ну как-то решить эту проблему не сказать что матки не нужны я просто сразу же сделаю перенаправление на другого человека и получит эти матки человек который их ждет а так люди стоят в порядке очереди и я отправляю людям они не забирают а люди которые действительно нужны матки они ждут как бы своей очереди хотя они могли бы получить этих маток ну как то так так что друзья бывает и такое как то не хочется их мыть сезон еще впереди еще длинный еще так сказать месяц полтора два грубо говоря до 20 августа откачиваем мед и можно уже вздохнуть с облегчением ну до 20 августа еще месяц даже чуть чуть больше ничего такая наша пчеловодческая доля говорится назывался груздин полезай в корзину вот и мы так многие друзья спрашивают спрашивают мои координаты мой номер телефона и так дальше я открыт для всех пасека моя открыта для всех ко мне очень много приезжают знакомых друзей даже незнакомых людей за матками приезжают за пыльцой за отводками так что кому есть интересно мой номер телефона есть в описании в описании есть ссылки на мои соцсети фейсбуке одноклассники twitter инстаграм и все это есть в описании и телефоны по моим то есть электронная почта в описании кто хочет связаться со мной по почте есть вайберы то есть я во всех присутствует всех соцсетях вайберах и так дальше так что меня найти очень легко и просто если кому то нужны мои телефоны то без проблем я не боюсь я открыт для всех мой номер телефона будет в описании у меня два телефона вернее два номера это киевстар и мтс мтс и киевстар кому как удобно так что можете звонить друзья номера есть координаты в описании так что пишите письма звоните пишите письма заезжайте приезжайте милости просим как говорится будет трудно высылайте деньги по поводу еще хочу сказать своих розыгрышов многие звонят как бы и пишут как-то если честно какое-то у меня двоякое мнение я не гонюсь там за тем чтобы как-то что-то кому-то угодить мне хочется просто сделать приятно совсем ну не знакомому даже человеку мне этим самым как бы простимулировать смотреть мой youtube канал многие опять же видят в этом рекламу хотя что плохого в том что я в своем розыгрыше показываю куртку опять же от валентины степановны или электронож от гуслия юрия михайловича его подарил кому-то кому-то это реклама а кому-то кто-то получил бесплатно ножик вот такие дела добренько друзья буду думать дальше с вами был иван фабро подписывайтесь кто не подписался на мой канал ставьте лайки до новых встреч всем пока субтитры сделал DimaTorzok